Девушки отдыхают 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 Умра пирень щеня щеднюзем. Уважаемые депутаты, коллеги, жители Чувашии. Прошел еще один год нашей совместной плодотворной работы. Он был непростым. Россия да весь мир столкнулись с нарастающими вызовами и угрозами. Против нашей страны действует режим санкций. Ситуация на нефтяном и валютном рынках осложняется. Все это отражается на экономике регионов. Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что для регионов ключевым остается решение вопросов импортозамещения, сбалансированности бюджета, обеспечения продовольственной безопасности, социальной поддержки граждан, модернизации и развития систем здравоохранения и образования. Я глубоко признателен всем, кто поддержал меня на всенародных выборах главы республики в сентябре 2015 года. Результаты единого дня голосования показали народ Чувашии доверять нашему курсу на ответственную социальную политику, динамичное экономическое развитие и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия. Вместе с жителями... Вместе с жителями Чувашии разработана народная программа «Вместе жить, вместе строить», которая успешно реализуется. С коллегами и руководителями министерств, ведомств и органов местного самоуправления мы обстоятельно рассматриваем и выполняем все наказы и пожелания граждан. В 2016 год Чувашии посвящен человеку труда. Считаю, что это объединит всех жителей республики независимо от возраста, пола, социального статуса, политических взглядов. Идея проста. Только честный и вдохновенный труд приносит благо. Как материальные, так и духовные являются способом самоутверждения и самовыражения. Мы обязаны поддерживать человека труда, ведь именно его руками создается основа экономического благополучия республики и всей России. Наше поколение воспитывалось на достойных примерах. Мы лично знакомы с теми, кто пережил военное лихолетие, отстаивал независимость нашей Родины, восстанавливал народное хозяйство страны. В год 70-летия Великой Победы в торжественном шествии 9 мая самой большой была колонна бессмертного полка. Живая память о людях, ценой и жизни отстоявших наше право жить и трудиться. Было такое ощущение, и я думаю, это почувствовал каждый, будто наши героические отцы, деды и прадеды встали рядом с нами плечом к плечу. И мы с вами не имеем права не оправдать их надежд. В республике помнят и гордятся и теми, кто, работая в глубоком тылу, все 4 года был словно на передовой. Выращивал хлеб, ценой невероятных усилий добиваясь увеличения урожая, трудился в заводских цехах и на фабриках, делал все, чтобы приблизить Великую Победу. Мы чтим и героев труда сегодняшнего дня. В нашей республике всегда с особым уважением относились к человеку труда. Ежегодно, 1 мая, праздник весны труда, мы чествуем лучшие трудовые династии республики. В середине их работники образования, здравоохранения, культуры, промышленности, сельского хозяйства, строительства и представители других отраслей. Их жизненный путь – лучшая доказательство того, что о человеке судят прежде всего по его делам. Мы, в свою очередь, должны сделать все, чтобы наши дети и внуки научились трудиться, смогли самореализоваться и состояться как личности. Тогда можно быть уверенным в успешном будущем Чувашии и нашей любимой России. Чтобы быть счастливым, чувствовать улетворенность своей жизнью, каждому человеку нужно быть востребованным, иметь комфортное жилье, получать достойную заработную плату, хорошее медицинское обслуживание, качественное образование и видеть перспективы для будущего своих детей. Все это есть у нас в республике. Ребенок только появляется на свет, а государство уже заботится о нем. Выделяются средства на строительство и капитальный ремонт перинатальных центров, оказывается финансовая поддержка семьям, в которых появились дети, это и материнский капитал, и выплаты на третьего ребенка, и многое другое. Стоит отметить, что с 2010 года бюджетные расходы на одного новорожденного ребенка в среднем увеличились в 2,6 раза. Четыре года подряд в республике регистрируется положительная динамика рождаемости. Это показатели эффективности нашей деятельности и предмет нашей гордости. На протяжении последних 5 лет показатель младенческой смертности в республике – один из самых низких в России и в сравнении с показателями ведущих стран мира. Не случайно в 2015 году в рейтинге уполномоченного при президенте России по правам ребенка республика вошла в число 10 наиболее благоприятных для жизни детей регионов. Это высокая оценка нашего с вами труда. Чем больше у нас здоровых, активных, жизнерадостных детей, тем больше в республике счастливых и крепких семей. Семья – основа нашего общества. Поэтому так важно сохранить достигнутую динамику демографических показателей. Программа федерального материнского капитала продлена до 31 декабря 2018 года. Считаю необходимым продолжить также программу республиканского материнского капитала, размеры которого составляют 100 тысяч рублей. В соответствующие консультации с депутатами Государственного совета Чувашской республики проведены. Гражданское сообщество инициативу поддерживает. Именно человеческий потенциал – важнейший ресурс развития Чувашии. И мы обязаны инвестировать в благополучие наших граждан. На это направлена и диспансеризация населения. Охрана жизни и здоровья людей, раннее выявление и предупреждение заболеваний – важнейшая на сегодняшний день задача. Вовремя оказанная качественная медицинская помощь сохранит человеку возможность полноценно жить и трудиться. За последние три года диспансеризацией охвачено практически все население республики. На эти цели было направлено почти 800 миллионов рублей. Но результаты того стоили. Среди главных итогов – снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 14%. Повышение ранней выявляемости онкологических заболеваний на 7%. Сотни спасенных жизней. Ставлю задачу перед Минздравом Республики усовершенствовать систему проведения диспансерных обследований и максимально сократить временные затраты для пациентов без потери качества. Необходимо также продолжить работу по повышению доступности медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной. Еще бытует мнение о том, что квалифицированная помощь доступна только в Москве или за границей. Между тем, сегодня по ряду направлений на самом высоком профессиональном уровне ее оказывают лечебные учреждения Чувашии. Можно получить высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы Республики, не отрываясь от семьи, от дома. Такую цель мы преследовали, поэтапно выстраивая сеть современных медицинских учреждений, в том числе федерального значения. Главный онколог России Михаил Давода в ходе своего визита в Республике отметил, что у Чувашии есть все условия, чтобы довести уровень специализированной онкологической помощи до европейских стандартов. Уже сейчас онкологи Республики консультируются по самым сложным вопросам лечения пациентов со специалистами из Москвы посредством телемедицинских технологий. Считаю большим достижением выделения дополнительных средств из федерального бюджета на завершение строительства нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Это позволит уже в 2016 году ввести его в действие, а значит онкологическая помощь станет значительно доступнее. Появится около 200 рабочих мест, хирурги будут работать в современных операционных, а количество оперативных мешальц увеличится до 12 тысяч в год. За последний год капитально отремонтировано 10 объектов здравоохранения, построено только в прошлом году 40 ФАПов, а всего их мы построили 100, вы все это знаете, я еще раз подчеркиваю, открыты две новые поликлиники в Чебоксарах. По данным социологических опросов удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи в Чувашии ежегодно растет. Сегодня 57% жителей довольны качеством оказания медицинских услуг. Республика занимает четвертое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения региона Привовского федерального округа, но очереди в больницах, наряду с дефицитом узкопрофильных специалистов, все еще реальность. Поручаем Минздраву Чувашии в рамках проекта во имя пациента провести комплексную оценку работы каждой поликлиники республики и повысить качество предоставления медицинских услуг. Кроме того, ставлю задачу продолжить расширение сети медицинских учреждений. В ближайшие три года в районах республики необходимо построить еще 50 фельдшерских пунктов, а в городе Чебоксаре новые поликлиники. Чувашия – здоровый регион. Мы прививаем нашему населению привычку ответственно относиться к своему здоровью. Но между тем, по данным официальной статистики, в республике ежегодно регистрируется более 2 миллионов дней нет трудоспособности. А это значит, что каждый работник не менее 5 дней в году не выходит на работу в связи с болезнью. Потери, недопроизведенного в результате болезни работник валов оригинального продукта, составляет более 1 миллиарда рублей в год. Это расчетные показатели. В рамках года человека труда считаю необходимым предпринять дополнительные меры для создания комфортных и здоровых условий труда на рабочих местах. В целях повышения эффективности деятельности предприятий республики и сохранения здоровья работающих прошу всех работодателей разработать профиль здоровья предприятия. Хороший руководитель заботится о здоровье своих сотрудников, потому что в этом залог успеха в целом трудового коллектива и предприятия. Здравоохранение, как и другие отрасли, должно стать привлекательным для инвесторов. Ежегодно в республике растет число негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации программы газгарантий. Это позволит существенно увеличить объемы оказываемой медицинской помощи, создать здоровую конкуренцию и, как результат, повысить качество медицинских услуг. Благодаря общим усилиям мы сохраним здоровье каждого жителя республики. Уважаемые коллеги, мы многое сделали в демографии здравоохранения. Долгосрочные повестки дня, по словам президента России, сбережения нации, воспитания детей и раскрытия их талантов. Очевидно, что для выполнения стоящих перед республикой задач нам необходимо воспитать поколения, способные принять самое активное участие в развитии Чувашии. Важно воспитывать наших детей в духе патриотизма, на основе неприходящих моральных ценностей, прививая любовь и уважение к традициям малой Родины. От того, каким станет молодое поколение, сможет ли оно найти свое место в жизни, зависит будущее республики и будущее России. Ежегодно на развитие системы образования направляется 30% средств республиканского бюджета. Большое внимание уделяется развитию дошкольного образования. Еще недавно проблема устройства детей в детские сады была актуальна. Благодаря реализации программы «Единой России. Детские сады. Дети» мы обеспечили местами детей от трех лет. На эти цели было направлено 3 миллиарда 670 миллионов рублей. Сумма бюджетных расходов на одного воспитанника детского сада в сравнении с уровнем 2010 года, это пятилетний период, выросла более чем в 1,7 раза. По итогам прошлого года мы вошли в число передовых регионов России, которые добили стопроцентной обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. Хочу отметить, в 60% муниципалитетов, обеспеченных местами в детских садах, дети с 2 лет. Теперь это нужно сделать и в других муниципальных образованиях, чтобы родители могли пойти на работу. Следующим этапом развития и воспитания человека является школа. Учителя раскрывают перед маленьким человеком всю широту и многогранность жизни. Именно здесь развиваются таланты, способности у детей, закладывается будущее человека труда. Вопросы развития общества, общего образования являются приоритетными для правительства республики. И результаты не заставляют себя ждать. По итогам года 9 школ Чувашии вошли в топ-500 лучших школ России 2015 года, а 12 сельских школ – число 200 лучших сельских школ России. Кроме того, в прошлом году наша республика вошла в пятерку лучших регионов по качеству образования в сельских школах. Это значимый результат. У нас становится все больше призворов и победителей всероссийских и международных олимпиад. Взят хотя бы заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. 43 победы в 2015 году по сравнению с 22 в 2014 году. Чувашия вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по результативности участия в заключительном этапе олимпиады. Конечно, таких успехов невозможно достичь без ответственного подхода родителей к воспитанию и обучению своих детей и каждодневного кропотливого труда учителей. Я урожаю благодарность педагогам, настоящим труженикам, профессионалам своего дела и обращаю внимание правительства республики на необходимость поддержки и поощрения учителей, которые вкладывают в образование и развитие детей свое мастерство и душу. Поручаю именно образование Чувашии подготовить предложение по учреждению премии главы Чувашской республики для педагогов, подготовивших победителей и призеров Всероссийских и международных предметных олимпиад, а также олимпиад по профессиональному мастерству. И вклад в будущее наших детей переоценить невозможно. Предлагаю для педагогов, подготовивших победителей олимпиад, учредить премию в размере 250 тысяч рублей, а для педагогов, подготовивших призеров, 150 тысяч рублей. Вы поддерживаете решения, соответствующие, конечно, мы примем. Особое внимание нужно уделить и профессиональному развитию педагогов, созданию мотивации для их самосовершенствования. Детей должны учить активные, перспективные, владеющие современными технологиями учителя. Наша задача создать такие условия, чтобы после педагогических вузов молодые специалисты с желанием шли работать в общеобразовательные школы. Поручаю Министерство образования подготовить предложение по стимулированию и поддержке молодых учителей. Мы должны просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Хорошая демографическая ситуация уже начала сказываться на наполняемости школ. Поэтому следом за активным строительством детских садов начинаем строительство новых современных школ. Наряду со строительством и реконструкцией поручаю начать работу по модернизации инфраструктуры сельских школ в целях создания в них современных условий, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, внедрения энергосберегающих технологий. На федеральном уровне еще при реализации программы строительства детских садов мы доказали свою состоятельность и умение выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому у нас есть все основания для победы в конкурсе на получение федеральных инвестиций на строительство школ. Первая такая школа должна появиться в Чебоксарах, в большом жилом массиве, микрорайоне улицы Гладкова. Я ставлю задачу построить и модернизировать последующие 10 лет не менее 30 общеобразовательных школ. Здесь я хотел бы обратиться не только к правительству республики, но и к руководителям бизнес-структур. Мы уже наработали хороший опыт государственно-частного партнерства в строительстве детских садов. Я призываю вас участвовать и в строительстве зданий новых школ, которые затем будут выпивать государство. Это взаимовыгодные варианты решения важнейшей социальной задачи. Кроме того, это быстрый и эффективный способ сделать школу для наших детей лучше, а образование качественнее и доступнее. Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на одну весьма актуальную проблему. В 2015 году произошел рост подростковой преступности. Благодаря скоординированным и своевременным усилиям всех заинтересованных органов во втором полугодии прошлого года нам удалось снизить темпы роста подростковой преступности до 12%. Ставлю задачу перед Министерством образования совместно с Министерством внутренних дел Почувашской Республики, органами местного самоуправления, социальными службами, общественными организациями, уполномоченным по правам ребенка проанализировать имеющиеся факты и разработать план конкретных действий для улучшения криминогенной ситуации в подростковой среде. Что нужно делать? Дети должны быть вовлечены в спорт, творчество, заняты общественно полезным делом. В Чувашии фиксируется устойчивый рост числа детей, занимающихся в системе дополнительного образования. По оценке Минобразования России, опыт Республики уникален. По количеству детей, которые получают дополнительное образование и в системе дополнительного, и в системе общего образования, Республика входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. С одной стороны, есть удовлетворение, но с другой стороны, проблем здесь достаточно, на чем мы должны работать. Мир вокруг нас меняется все быстрее, поэтому очень важно, я считаю, научить детей быстро и логично мыслить. И этому, к примеру, отлично учат шахматы и шашки. Такие секции нужно повсеместно возрождать и развивать. В каждом муниципалитете необходимо разработать программу развития инженерного и технического творчества детей и молодежи. Новых подходов требует работа по профориентации и раннему вовлечению школьников и студентов в профессиональную деятельность. Символично, что Республика в год человека труда стала одним из шести победителей конкурса Министерства образования Российской Федерации и Международной организации WorldSkills на право создать межрегиональный центр учебных компетенций в перспективном для нас электротехническом направлении. На улучшение материально-технической базы учреждения профессионального образования, приобретение учебного оборудования, станков мирового уровня будет направлено более 1 миллиарда рублей в течение ближайших двух лет. Это позволит повысить не только качество образования, но и престиж рабочих профессий среди молодежи. Как отмечает правительство России, регионы, которые принимают участие в создании учебных центров, будут считаться интеллектуальными резервуарами страны. Им будет отдан приоритет при обрабации дальнейших программ. Необходимо приложить максимум сил для того, чтобы последующие 10 лет Республика стала уникальной учебной площадкой для подготовки специалистов электротехнического кластера, мирового уровня и других направлений. Будущее нашей Республики и страны за ними. Уважаемые депутаты и коллеги, эффективным может быть только физический и духовно здоровый человек. Спорт дисциплинирует, воспитывает волю к победе, формирует командный дух, делает нас сильными, дает энергию и положительные эмоции. Мы должны на личном примере воспитывать в своих детях любовь к спорту, помогать их всестороннему развитию. Нужно отрывать их от бессмысленных компьютерных игр, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе со своими родителями и друзьями. За последние годы в Республике созданы благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом. Мы не допустили закрытия и перепрофилирования ни одного спортивного объекта. В рамках реализации федеральной целевой программы и соответствующих республиканских программ, а также социального проекта строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, в Республике построено и реконструировано более 50 спортивных сооружений. Вы об этом знаете, я еще раз напоминаю. Одно из новых сооружений – это Ледовый дворец Чебоксары-Арена. В спортивную инфраструктуру инвестировано более 6 миллиардов рублей. Мы входим в пятерку самых инвестируемых в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации. Нашим детям, да и нам с вами, есть где заниматься спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне. За последние 5 лет почти двое увеличилось число спортсменов массовых разрядов. Мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса. Только в прошлом году 64 спортсмена стали мастерами спорта России. Это рекордный показатель за всю историю развития спорта Чувашской Республики. Ведущие спортсмены Чувашии сейчас готовятся к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. В списках кандидатов в Олимпийскую и Паралимпийскую команду значатся 34 спортсмена из Республики. По сравнению с предыдущими играми более чем в два раза увеличилось число видов спорта, в которых предполагается участие наших спортсменов, которые будут защищать честь Российской Федерации. В целях качественной подготовки к играм, кандидатам в Олимпийскую и Паралимпийскую сборную, а также их тренерам мы назначили ежемесячные стипендии в размере 30 тысяч рублей членам сборной основного состава. Всего это дает новый мощный импульс развитию не только отрасли физической культуры и спорта, но и в целом нашей республики. Среди новых инициатив – школьная хоккейная лига, которая впервые проводится этой зимой в Чебоксарах, а в будущем должна охватить и все муниципалитеты. Матчи школьной хоккейной лиги проходят на новых и реконструированных, открытых, пришкольных и дворовых хоккейных площадках. Одним из ярких примеров социально ответственного бизнеса является предприятие «Чувашкабель», которое совместно с администрацией города Чебоксары в прошлом году открыло более 10 новых хоккейных коробок во дворах и обеспечило спортивной хоккейной формой около 200 школьников. Отмечу также, что в республике успешно действуют школьные, волейбольные и баскетбольные лиги. Будет продолжено создание сети открытых спортивных площадок по месту жительства. В 2015 году в городе Чебоксары введен в эксплуатацию межшкольный стадион с искусственным футбольным полем, беговыми дорожками, хоккейной коробкой и уличными тренажерами. Строительство стадиона велось в рамках социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия». До 2020 года необходимо построить в республике еще как минимум 10 таких сооружений. Подобные стадионы должны стать центрами активного отдыха и занятий спортом для детей и молодежи. Кроме того, это поможет и в решении проблемы, о которой я говорил ранее, подростковой преступности. Для развития базовых для республики видов спорта завершается строительство двух крупных региональных центров олимпийской подготовки по велоспорту «Маутенбайку» и биатлону. Будет продолжена модернизация стадионов «Олимпийский» и «Спартак» в Чебоксарах. Эти спортивные учреждения включены в перечень тренировочных баз команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Понятие «здоровые нации» включает в себя не только физическое, но и нравственное здоровье граждан. В многонациональной Чувашской республике десятилетиями сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка, поддерживаются духовно-нравственные устои. Важным событием для жизни всей республики стал визит святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Он отметил, что Чуваши и город Чебоксара прошли большой путь и в смысле обустройства светской жизни, и в смысле церковного развития. Во время закладки капсулы под строительство Большого соборного храма святейший патриарх Кирилл сказал, «Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, значит вера живет в сердцах. Значит, мощная духовная энергия присутствует в недрах народной жизни». 2015 год в России прошел под знаком Года литературы Чувашской республики. Это был год Константина Васильевича Иванова. Одними из самых ярких стал международный проект «Читаем Нарспи», объединивший более 120 русскоязычных участников из 29 стран мира. Поэма, ставшая национальной гордостью народа Чувашии, также звучала на 20 языках народов мира. Республика вошла в двадцатку самых читающих регионов России, продемонстрировав значительный уровень развития книжной инфраструктуры, системную поддержку литературных традиций, серьезный подход органов власти к развитию культуры чтения. Сегодня, как никогда, нужны яркие, талантливые произведения о современной Чувашии. Необходимо и дальше прививать и возрождать любовь к чтению, родному языку, поднимать литературу на новый художественный уровень, достойный таких выдающихся мастеров слова, как Константин Иванов и Геннадий Айге. 2016 год президентом страны объявлен Годом российского кино. В этом году особое внимание будет уделено развитию сети кинозалов, прежде всего в малых городах страны. Чувашии получат 15 миллионов рублей безвозмездных субсидий из Российского фонда поддержки кино на приобретение цифрового кинооборудования для клубов «Аллатвиря», «Шумерли» и «Канаша». Наши зрители смогут увидеть любимые фильмы классиков советского и российского кино, новые отечественные фильмы, которые честно рассказывают об истории России, о современных событиях в стране и мире. В рамках федеральной программы развития села начинается строительство многофункциональных культурных центров в Урмарском, Цивильском и Яльском районах. Перспективой будет построено еще 8 таких центров в различных районах республики. В Чувашии есть огромный туристический потенциал, уникальная природа, самобытная культура и традиции, которым мы готовы делиться со всей Россией и зарубежными странами. Пришло время реальных действий. В развитии туризма заинтересованы органы власти всех уровней, реальные секторы экономики и сферы услуг, гостиницы, туристические и рекламные компании, санатории, предприятия общественного питания, общественные организации, средства массовой информации, а также жители республики разных профессий. Республика одним из первых регионов России стала участником программы детского образовательного туризма. В прошлом году объекты исторического и культурного наследия посетили более 45 тысяч детей. Продолжается реализация инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Этницкая Чувашия». И этим летом в строящемся этнокультурном парке Амазония появятся велосипедные дорожки и пешеходные прогулочные тротуары. Начато строительство административно-развлекательного комплекса с рестораном «Чувашской кухни» в Шивармане. Готовится к возведению аквапарк. До 550-летия города Чебоксары остается 4 года. К этому времени проект «Этницкая Чувашия» совместно с предпринимательским сообществом должен быть реализован. Такая задача стоит перед городскими властями города Чебоксары, такая задача стоит перед правительством Чувашской республики. Газификация за Волжье, реконструкция набережной Волги и Красной площади, развитие речного туризма позволят нам показать республику и город Чебоксары во всей красе россиянам и туристам из зарубежных стран. Главная задача, которую мы должны решить, двигаясь к этой цели, создание и развитие туристической инфраструктуры на территории республики. Причем такой современной инфраструктуры, которая легко бы выдержала наплыв не сотен, а тысяч туристов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Уважаемые жители Чувашии, коллеги, соратники, друзья. С первых дней своего назначения на должность руководителя республики я подчеркнул важность повышения инвестиционной привлекательности республики. Инвестиции позволяют выпускать конкурентоспособную, востребованную в современном мире продукцию и делают предприятия успешными. В нашей республике хорошо развиты такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство и другие. Однако современный мир предъявляет новые требования. Нам необходимо создавать высокоэффективные рабочие места, развивать перспективные направления экономики, планомерно увеличивать производительность труда и, как следствие, заработную плату. Кропотливая, планомерная работа в этом направлении дает свои результаты и отмечается на самом высоком уровне. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме президент страны Владимир Путин назвал Чувашию числе лучших регионов для ведения бизнеса. Республика заняла 9 место в национальном рейтинге в состоянии инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Эту планку мы обязаны с вами вместе держать. Кроме того, мы находимся на 5 месте в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации. В сфере нетехнологических инноваций Республика является одним из лучших регионов России. Мы отдаем себе отчет о том, что высокие позиции удержать еще сложнее, чем их достичь. Конкуренция в борьбе за инвестора между регионами страны сегодня высока как никогда. Нужно задействовать все резервы для создания максимально комфортных и привлекательных для инвестора условий. Чувашии создаются благоприятные условия для предприятий, которые ориентированы на будущее и производят инновационную продукцию. Совершенствуется инфраструктура для инновационной экономики, создана широкая сеть, представленная центрами инжиниринга, молодежного инновационного творчества, прототипирования, сертификации индустриальными парками. В 2015 году открылся Центр сертификации, стандартизации и испытаний, который позволит предприятиям электротехнического кластера и других отраслей не только снизить расходы на проведение испытаний и сертификации своей продукции, но и усилить в своей позиции процессы формирования национальных стандартов в энергетической системе России. Мы вкладываем средства в перспективную науку и подготовку кадров для новой экономики. Открываются новые ресурсные центры, все глубже интеграции организаций и учреждений образования и бизнеса. Это здорово, мы эту позицию поддерживаем. Повышенное внимание к привлечению инвестиций в инновации приносит соответствующие результаты. Рост производства в прошлом году продемонстрировали именно наукоемкие и инновационные предприятия. Производство химической продукции выросло на 10,7%. И электрооборудование, электронное и оптическое оборудование на 6%. Это таких сложных экономических условиях. И эти предприятия успешно следуют тренду импортозамещения. В химической отрасли наши предприятия замещают продукции из Китая, Украины и Словакии. В электротехнике продукции таких транснациональных гигантов, как Сименс, Тошиба, АББ, Шнайдер Электрик. Особо отмечу, что компаниями из Чувашии было доверено принять участие в запуске энергомоста в Республику Крым. Комплекс релейной защиты, микропроцессорных изделий и автоматики. Большая часть автоматизированных систем управления технологическим процессом энергомоста поставлена научно-производственным предприятием ЭКРА. Модернизация производства позволила существенно увеличить производительность труда на ряде предприятий. Это закономерно приводит к повышению объемов производства, росту уровня оплаты труда и созданию комфортных условий для работы работников. В частности, наиболее высокий уровень производительности труда обеспечивает акционерное общество «Перкарбонат», где этот показатель составляет 6,3 млн. рублей на человека. Шумерлинский завод специализированных автомобилей – 4,3 млн. рублей. Научно-производственное предприятие «Бреслер» – 3,9 млн. рублей. Акционерное общество «ВНИР» – 3,4 млн. рублей. Благодаря высокой производительности труда на этих предприятиях заработная плата выше средней по экономике региона 2-2,5 раза. В рамках подготовки народной программы я уже озвучивал глобальные задачи, поставленные перед правительством республики и органами местного самоуправления к 2020 году привлечь не менее 250 млрд. рублей инвестиций и ежегодно открывать не менее 5 новых производств. В прошлом году в республике открылся риад высокотехнологичных и совершенно новых для России производств. С участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева запущено первое в стране производство солнечных модулей на заводе «Хевель». В «Чебоксарах» начал работать первый в России завод японской компании «Фуджикура», «Аутомотив», «Рус», «Чебоксары», на котором налажено производство жгутов для автомобилей «Фольксваген». У предприятия большие перспективы. Как говорят сами японские бизнесмены, они долго идут, обдумывают решения, но и приходят надолго. Открытие предприятия стало презентацией инвестиционного потенциала региона руководителем крупных японских компаний, банков и бизнесменов. Около 30 представителей бизнеса из Японии по достоинству оценили условия, которые созданы для бизнеса в республике. Уверен, что завод компании «Фуджикура» – это только начало плодотворного сотрудничества нашей республики с Японией. В предприятии «Микоклинкер» была запущена вторая производственная линия по выпуску клинкерной брусчатки и кирпича. Раньше эта продукция завозилась в нашу страну и страны Европы. Произошло расширение производства инновационных силиконокриловых полимеров и эмали, эмульсий и смол в научно-производственном предприятии «Спектр». Состоялся пуск в первую очередь нового научно-производственного корпуса предприятия «Динамика». Это не просто выдержки из производственных отчетов. За этими результатами новые высокотехнологичные рабочие места, конкурентная зарплата, реальная возможность для жителей республики обеспечивать свою семью, не выезжая за ее пределы. Необходимо создать условия, чтобы таких инвестиционных проектов было больше. Мы понимаем, какие меры нужно предпринимать, чтобы двигаться дальше. Это и сокращение сроков прохождения согласительных процедур, расширение перечня услуг, предоставляемых в электронном виде, включая получение разрешения на строительство. Необходимо внедрить практику использования механизмов специального инвестиционного контракта, в рамках которого возможно снижение ставки налога на прибыль до нуля. Во исполнение поручения президента России в республике создан организационный штаб и проектный офис, основная функция которых – внедрение проектного управления в органы исполнительной власти Чувашской республики для сопровождения наиболее значимых проектов. Ставлю задачу перед правительством республики обеспечить четкое функционирование системы проектного управления в органах исполнительной власти Чувашской республики в целях повышения уровня проработки и качества реализации проектов. Важным событием прошлого года стало завершение строительства объектов инфраструктуры индустриального парка в Чебоксарах. Здесь создана промышленная площадка, на которой в ближайшие два года появится 10 современных производств, на которых будут созданы 1180 рабочих мест. Общий объем инвестиций всех резидентов парка составит более 1 миллиарда рублей. В этом году на территории индустриального парка уже начнут свою деятельность такие предприятия, как завод «Энергомаш», «Бирсарматура», «Пресс-Деталь». Востребована подобных площадок под ключ со стороны производственных компаний привела к решению о создании второй очереди индустриального парка уже на 16 резидентов. И этот проект будет реализован в течение двух лет. Заявленные на сегодня инвестиционные проекты предусматривают создание 910 новых рабочих мест и прогнозный объем инвестиций в размере 900 миллионов рублей. Кроме того, в этом году запланирована реализация целого ряда крупных и значимых инвестиционных проектов. Новые виды продукции будут выпускать на предприятиях «Гровена», «Акрил», «Щебоксарский домостроительный комбинат». Также будут открыты новые производственные площадки предприятий «Четто», «Экро», «Бреслер», «Динамика». Реализация только этих проектов позволит дополнительно создать более 1500 новых рабочих мест со средней зарплатой, но это расчетные показатели, 27-30 тысяч рублей. Из них 850 высокопроизводительных рабочих мест с зарплатой выше 35 тысяч рублей. Мотивация такая существенная. При осуществлении промышленной политики нам необходимо эффективно использовать созданные федеральной властью механизмы и инфраструктуру по реализации политики импортозамещения. Один из них – Фонд развития промышленности. Сегодня на рассмотрении фонда находятся 23 заявки 15 организаций республики. Проект химпрома по строительству первого в странах из НГ производства глифосата мощностью 30 тысяч тонн в год одобрен наблюдательным советом фонда. Предприятие получит на его реализацию 500 миллионов рублей под 5% годовых, что в 4 раза меньше, чем сегодня предлагают кредитные организации. То есть эти кредитные средства субсидируются за счет федерального бюджета. Мы выстроим партнерские отношения из недавно созданной федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, так как малый и средний бизнес дают точки роста реального сектора экономики. Именно благодаря малому и среднему предпринимательству, а не крупным предприятиям, создается большинство новых рабочих мест и может быть обеспечен рост экономики в сложных современных условиях. У малых и средних предприятий есть свои преимущества. Они более мобильные, продуктивные и быстрее воспринимают новые. Только в 2013-2015 годах на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в республике было направлено более полутора миллиарда рублей. Различными мерами государственной поддержки воспользовалось около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создали 3,5 тысячи рабочих мест. В республике для начинающих бизнесменов введены налоговые каникулы на два года. Успешно работает система микроградитования и предоставления гарантийных поручительств. Частично компенсируются затраты на модернизацию оборудования по производственным проектам субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка добросовестного бизнеса будет продолжена и станет лучше отвечать запросам предпринимателей и экономике республики. Поручая правительству республики разработать стратегию развития малого и среднего предпринимательства, до 2030 года и указать в ней конкретные пути решения таких задач, как увеличение 2,5 раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году, увеличение объема производимой ими продукции, а также рост производительности труда не менее чем в 2 раза. Мы должны повысить конкурентоспособность нашего бизнеса, в том числе на рынках закупок крупных федеральных компаний, замещение западных компаний в списке поставщиков госкорпораций и предприятий, обеспеченных государственными заказами, и это реальная возможность для роста малого бизнеса республики. Работа в этом направлении уже начата, есть первые шаги. Успешное взаимодействие власти и бизнеса – это дорога с двухсторонним движением. В связи с этим хотел бы остановиться еще на одной актуальной проблеме, от решения которой напрямую зависит самочувствие жителей республики, неформальной занятости населения и росте объема серых зарплат. В желании сэкономить на обеспечение легального зарплатного фонда некоторые работодатели забывают о том, что именно из налоговых и других отчислений формируются средства на выполнение социальных обязательств государства. Это не только будущие пенсии, оплата больничных листов, в том числе по уходу за ребенком, льготные кредиты на улучшение жилищных условий или налоговые вычеты при приобретении жилья. Это и места в детских садах, и достойные условия обучения в школах, и медицинские услуги. Думайтесь, ведь эти цифры ежедневно из бюджета республики только на образование мы направляем более 60 миллионов рублей. Но из чего-то эти суммы должны складываться. И, конечно, это, в первую очередь, налоговые отчисления. По оценке Пенсионного фонда Российской Федерации, в республике 162 тысячи человек трудятся без оформления трудовых отношений и получают зарплату в конвертах. Выпадающие доходы бюджета по разным оценкам и расчетам составляют около 2 миллиардов рублей в год. Кроме того, официальная работа сегодня – это залог финансовой стабильности и пожилом возрасте. Нужно всерьез заняться теми, кто работает по СРМ-схемам, убедить людей задуматься и о своем будущем, и о благополучии своих детей и республики. Это одна из приоритетных задач, которую правительство должно решить совместно с органами местного самоуправления и налоговой службы. Нужно эффективнее использовать инструменты администрирования. Уважаемые депутаты и соотечественники, Республика – агропромышленный регион. Принимая во внимание суровые реалии жизни, мы понимаем, насколько серьезны вызовы, брошенные нашим аграриям, насколько остро стоят вопросы в сфере продовольственной безопасности. Поддержка сельхозтоваропроизводителей в целях увеличения объемов и эффективности производства, сохранения самого сельского уклада жизни для Республики является в государственной политике приоритетом. Объем государственной поддержки аграрного сектора ежегодно увеличивается, и 2015 год не стал исключением. Из республиканского и федерального бюджетов аграрии получили 2,8 миллиарда рублей. Это больше, чем в 2014 году на 15,4%. Это огромное средство. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, все основные направления государственной поддержки в бюджете 2016 года сохранены для всех форм хозяйствования. По многим показателям, превышены пороговые значения обеспеченности внутреннего рынка собственной сельхозяйственной продукции, установленные в доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации. Нам удалось обеспечить рост производства в сельском хозяйстве 107,9% по отношению к 2014 году. По объему производства скота и птицы на 100 гектаров сельхозугодий Республика занимает лидирующие места в Приворском федеральном округе, что говорит об эффективном использовании имеющихся ресурсов. Хотя здесь тоже проблем еще достаточно. Это заслуга в то же время наших сельчан, наших сельхозтоваропроизводителей. Большое спасибо им за это. Нам необходимо продолжать наращивать собственное производство сельхозпродукции. Цель 2020 году совместно с другими регионами полностью обеспечить внутренний рынок России отечественным продовольствием. Призывая сельхозтоваропроизводителей воспользоваться благоприятной ситуацией и занять свое место на рынке, лоббируя свои интересы. Сегодня имеются все возможности для увеличения урожая за счет более высокой культуры земледелия. Это и биологизация, и более эффективное применение удобрений, и внедрение милиарации. Выполнение всего комплекса технологических операций позволит нам увеличить объем производства сельхозяйственных культур как минимум на 30%. В своих посланиях я уже неоднократно говорил о том, что нужно навести порядок в использовании земель сельхозназначения, избавиться от недобросовестных собственников и арендаторов, не допускать незаконных махинаций и спекуляций с землей. Первым шагом, я считаю, здесь должен стать эффективный муниципальный земельный контроль за использование земель сельхозназначения. Необходимо сделать информацию о земле открытой и прозрачной. Поручаю Кабинету Министру Чувашской Республики проработать вопрос о создании единой информационной системы, включающей достоверные актуальные сведения о наличии и использовании сельхозназначенных земель в каждом сельском поселении с использованием возможностей геосервиса. Инвентаризация земель сельхозназначения в рамках Всероссийской сельхозяйственной переписи 2016 года будет способствовать принятию правильных управленческих решений. Мы сможем грамотно, адресно оказывать содействие тем, кто живет и трудится на селе добросовестно. Особое значение приобретает снижение технологической импортозависимости. Значительные объемы семенного материала, картофеля и овощей завозятся из-за границы. Поэтому стратегически важным для нас является создание специализированных семеноводческих центров для обеспечения качественными семенами всех форм сельхозтоваропроизводителей. К этому процессу необходимо как можно активнее подключать научные и учебные организации республики. Чтобы выполнить задачи импортозамещения и обеспечить поставку выращенной продукции в течение всего года, а не только в определенный сезон, нужно решать вопросы хранения продукции. Нам необходимо увеличить темпы строительства современных картофеля и овощехранилищ, повысить обеспеченность собственными мощностями для хранения картофеля с нынешних 60% от произведенной продукции до 75-80%. По овощам с 50% до 75%. За счет строительства новых и расширения действующих теплиц нужно увеличить и производство овощей защищенного грунта. Хочу отметить, что нашей республике нужен агропарк, где можно хранить, перерабатывать и готовить продукции к продаже. Министерство Чувашии совместно с Минеконом развития, органами местного самоуправления, сельхозтоваропроизводителями нужно изучить опыт соседних регионов и приступить к его созданию. Чтобы облегчить доступ на рынок местных сельхозтоваропроизводителей, исключив посредников и перекупщиков, поручаю Кабинету Министру Чувашской Республики создать электронную продовольственную торговую площадку. В настоящее время нередки случаи возведения различных объектов, не связанных с сельхозпроизводством, на землях сельскохозяйственного назначения. Зачастую это происходит от незнания законов самими предпринимателями. В итоге они сталкиваются с трудностями при оформлении прав на земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на этих земельных участках. Чтобы поддержать, подчеркиваю, чтобы поддержать добросовестных предпринимателей, предлагаю до 1 июня 2016 года применить к ним амнистию для легализации бизнеса и оформление права собственности на недвижимость после перевода земель в сельскохозяйственное назначение в иные категории земель. По истечении этого срока сельхозземли, которые используются не по назначению, будут изыматься у недобросовестных владельцев и продаваться на аукционе. Еще одна стратегическая задача обеспечить глубокую переработку молока и мяса и других видов сельхозпродукции внутри республики за счет загрузки всех неиспользуемых производственных мощностей и строительства новых комплексов, с тем, чтобы налоги поступали в наш бюджет и чтобы люди имели возможность покупать качественные экологически чистые продукты, произведенные в нашей республике, оставляя благоприятную конкурентную среду на потребительском рынке для наших покупателей. Модернизация аграрных комплексов неизбежно приводит к частичному усвобождению работников. Наша задача удержать людей на земле, создав им хорошую мотивацию и условия для развития малых форм хозяйствования. Всего с начала реализации приоритетного национального проекта развития агропромышленного комплекса малые формы хозяйствования привлекли льготные кредитные ресурсы на сумму более 26 миллиардов рублей. Им было предоставлено 4 миллиарда 600 миллионов рублей бюджетных субсидий. Поручаю Министерству сельского хозяйства Чувашской республики совместно с муниципалитетами обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Многие личные подсобные хозяйства, которые воспользовались льготными кредитами, переросли в крупнотоварное производство, образовав фермерские хозяйства. Это дало им возможность получить доступ к другим мерам государственной поддержки, предусмотренным в государственной программе развития агропромышленного комплекса. Одной из основных мер, направленных на закрепление молодежи на селе, является улучшение жилищных условий сельчан. Очень важно также повышать престиж сельского труда путем создания экономических предпосылок в виде достойной заработной платы дальнейшего развития социальной инфраструктуры села. Участниками программ социального развития села и устойчивого развития сельских территорий стали тысячи сельских жителей, в том числе молодые семьи и молодые специалисты. Сегодня в очереди стоят полтора тысячи сельских специалистов. Ставлю задачу не снижать объемы государственной поддержки для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в первую очередь работников агропромышленного комплекса, направлять на эти цели не менее 70% средств, предусмотренных на улучшение жилищных условий сельчан. Как известно, наши республики имеют серьезные успехи в жилищном строительстве не только на селе. Чувашия является одним из лидеров в Приворском федеральном округе по вводу жилья на одного человека, хотя в прошлом году определенные падения у нас есть. По итогам года удалось сохранить положительную динамику в строительстве многоквартирного жилья, объемы которого составили примерно 119% к предыдущему году. Этот результат – заслуга наших строителей, архитекторов, проектировщиков, всех, кто не покладая рук, трудится в строительной отрасли. Спасибо им за труд и высокий профессионализм. Но в то же время строить много сегодня недостаточно. Одна из основных задач – разработка и реализация механизмов, позволяющих обеспечить доступность жилья. Дальнейшее развитие жилищного строительства в республике будет продолжено за счет возведения многоквартирных жилых домов, в том числе жилья экономического класса. И это позволит организациям строительного комплекса принимать участие в строительстве жилых помещений для муниципальных нужд, а также создаст условия для повышения спроса на жилье. С 2014 года республика участвует в реализации программы «Жилье для российских семей». Участниками программы стали 1644 семьи. Первые сотни семей уже приобрели жилые помещения. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжена реализация жилищных программ по оказанию государственной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, многодетным и молодым семьям и другим социально незащищенным группам населения. На указанные цели в 2016 году планируется выделить 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Жилищные условия смогут улучшить порядка 4 700 семей. С привлечением средств собственника жилья будет произведен капитальный ремонт 429 многоквартирных жилых домов. Одной из важнейших для республиканского правительства остается программа переселения граждан из аварийного жиля. На переселение 13 100 жителей Чувашии комфортное жилье будет направлено 5 миллиардов рублей. Наши успехи в реализации этой важной программы отмечают и на федеральном уровне. Полномоченный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич подчеркнул, что Чувашии относительно других регионов округа сложилась благоприятная картина. Перед правительством республики муниципалитетами стоит задача в 2017 году завершить программу. Все жители 847 аварийных домов должны переехать благоустроенное неаварийное жилье. Не стоит забывать и о том, что на фоне падения спроса на новое жилье для строительных компаний участие в программе переселения стало одной из форм поддержки. Поэтому заключать контракты можно только с добросовестными, хорошо зарекомендовавшими себя подрядчиками. На особым контроле у правительства находится и дорожное строительство. Если острую проблему строительства дорог до поселения мы уже решаем, то дороги внутри сельских поселений еще предстоит строить. Общие расходы дорожного фонда в 2016 году составят 2 миллиарда 700 миллионов рублей. При этом не менее 20% средств выделяется на строительство, капитальный ремонт дорог именно на селе. Хочу отметить, что в этом году полномочия органов местного самоуправления по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог местного значения переданы органам государственной власти. Такое решение принято в целях централизации подходов к формированию программы строительства и реконструкции автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. Это позволит усилить контроль над заходом и качеством дорожных работ. Надо признать, что несмотря на позитивную тенденцию, состояние дорог сегодня в целом оставляет желать лучшего. Власти на местах далеко не всегда подходят к решению вопросов в сфере дорожной деятельности с полной ответственностью. Депутаты, общественные организации, представители средств массовой информации не должны оставаться в стороне. Отчеты о строительстве и ремонте дорог нередко не соответствуют действительности и вызывают недоумение. Кого хотят обмануть должностные лица? Местных жителей, своих соседей и знакомых. Надеются, что люди стерпят и смолчат. Эти времена уже прошли. Нужно реальными делами оправдывать доверие людей и честно выполнять свою работу. Представители... Эти проблемы обсуждаются в общероссийском народном фронте. Доводится вся справедливая информация до президента Российской Федерации. Поэтому здесь мы осуществляли учет и контроль. Но еще жестче надо подходить, потому что это бюджетные средства. Они должны быть направлены на благо жителей того или иного микрорайона, города или населенного пункта в сельской местности. Кроме того, будут продолжены капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. На эти цели в бюджете республики предусмотрено 80 миллионов рублей, что позволит отремонтировать в текущем году 150 дворовых территорий и проездов к ней. Будут установлены детские площадки, посажены деревья и кустарники, созданы места для занятий спортом и культурного отдыха. Задача руководителей на местах – строго контролировать, чтобы каждый рубль был использован по назначению и привлекать к благоустройству дворовых территорий и самих жителей. Считаю, что важным толщком к развитию Чувашии послужит реализация инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Протяженность магистрали по территории республики составит 118 километров. В настоящее время проектные организации осуществляют инженерно-геодетические искания и разработку проекта планировки и проекта межевания территории под размещение высокоскоростной трассы. Обращаю внимание, окончательное расположение магистрали по территории республики будет определено после утверждения проектной документации. При строительстве высокоскоростной магистрали будут задействованы ресурсы предприятий электротехнического, промышленного и строительного кластеров Чувашии. Реализация этого инвестиционного проекта в нашей республике будет способствовать росту деловой активности населения, развитию различных секторов экономики региона, а также позволит создать новые рабочие места. Мы нашли поддержку правительства Российской Федерации в ходе, сейчас на стадии проектирования, наши организации готовы включиться для того, чтобы их товары при проектировании по всем требованиям стандартов были заложены в ходе подготовки проектной документации. Они абсолютно правильно поступают, потому что уже будут поздно. Уважаемые соотечественники, в республике всегда с почтением относились к людям старшего поколения. Вадыжин, то вадыжин. Один пожилой человек стоит четверых, считали наши предки. Сегодня жизненный опыт, умение принимать взвешенные решения, принципиальность и честность наших ветеранов очень востребованы. Именно поэтому в 2015 году был создан Совет Старейшин при главе Чувашии. Уверен, что его деятельность послужит повышению роли ветеранов труда в экономической, общественной и культурной жизни Чувашской республики. Предложения членов Совета Старейшин были учтены при подготовке этого послания. Правительство республики выполняет все взятые на себя бюджетные обязательства по социальной защите граждан. Особое внимание мы уделяем формированию достойных условий жизни для людей в преклонном возрасте. Общая сумма, я хочу назвать, направленная на социальную поддержку наших пожилых граждан из республиканского бюджета за последние 6 лет составила около 12 миллиардов рублей. Свидетельством эффективной государственной социальной политики является увеличение числа долгожителей в республике. В прошлом году, по данным Чувашстата, в республике проживало 16 655 граждан в возрасте 85 лет и старше. Это больше, чем 5 лет назад на 42%. Наше долголетие в наших руках. Необходимо повысить качество оказываемых население социальных услуг. А для этого нужно создать конкурентную среду в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти Чувашской республики и социального блока поручаю организовывать эффективную работу, чтобы некоммерческие организации имели доступ к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению с учетом вносимых в федеральное законодательство изменений. Уважаемые депутаты и коллеги! Одним из важнейших событий 2016 года станут предстоящие выборы в Государственном Доме Российской Федерации и Государственный Совет Чувашской Республики. Впереди нас ожидает острая политическая борьба, поэтому я обращаюсь к представителям всех политических сил республики. Готовьтесь к честным выборам и ответственной работе с избирателями. Некоторые политические деятели основной своей задачей считают безудержную критику всех процессов, происходящих в республике, организацию пикетов и манифестаций. Не надо ставить свои личные политические амбиции выше интересов жителей Чувашии. Мы все помним, как на Учебоксарске людям угрожали экологической катастрофой, надеясь заработать дополнительные баллы предвыборной гонки. Теперь здесь открыт полигон по переработке и хранению твердых бытовых отходов, один из самых современных в стране как с технической, так и с экологической точки зрения. Отмечу и то, что граждан вводили в заблуждение, призывая не платить взносы на капитальный ремонт, что в свою очередь приводило к нарушению соответствующего федерального закона. Но уже сегодня мы видим хорошую динамику. Становится все больше жителей многоквартирных домов, которые ответственно относятся к своей собственности. Если в середине прошлого года за капитальный ремонт платили всего 55% жителей, то уже в конце года 98%. Для осуществления контроля за целевым расходом собранных средств сейчас у каждого гражданина достаточно возможности. Людей ценят не за красивые речи и громкие призывы, их оценивают по результатам работы. Мы шли на выборы с реальными отчетами и планами. У нас были четко определены приоритеты, поэтому избиратели нам поверили. И сегодня нам предстоит воплотить в жизнь все намеченное для развития и процветания родной Чувашской республики. Дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Мы все работаем в разных сферах, на разных должностях, имеем разные видения жизни, но всех нас по-настоящему объединяет честный труд на благо России и Чувашии. Я обращаюсь к политическим и государственным деятелям, руководителям муниципалитетов и организаций, ко всем жителям республики. Желание жить в процветающей республике, сильной стране, это объединяющая нас цель. История знает множество примеров, когда люди, сплотившись во имя общего блага, свершали великие дела. Давайте сделаем все, чтобы результатами нашей работы могли гордиться наши дети и внуки. Я верю, что мои слова не канут в лету, а этот посыл станет главной установкой для каждого жителя Чувашской республики. В единстве наша сила. Уверен, у нас все получится. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые депутаты и приглашенные, мы с вами заслушали посылание главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева к Государственному Совету. Чувашская республике Пиле Машулавы подшало канажное чередля в адрабельном сессии хубо-надезе бель-рэдер. На этом очередную 35-ю сессию Государственного Совета Чувашской республики 5-го СССР расширить и считать закрытой. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ